Три года назад в Висагинском центре профессионального обучения технологиям и бизнесу появилась новая специальность – сварщик. И сразу стало понятно – висагинцы очень хотят научиться сварному делу. И это неудивительно. В условиях демонтажа Игнолинской АЭС сварщик на вес золота. Более ста учащихся и три преподавателя. С таким потенциалом был первоначальный старт. И с каждым годом количество учеников-сварщиков увеличивается. Сварка у нас есть как часть этого энергетического центра. Но на сварку на сегодняшний день такая потребность в нашем городе, что ни в каком городе столько желающих стать сварщиками нет. И мы бы приняли еще больше, если бы имели весь вот такой центр по сварке, например. Такие центра есть в Вильнюсе, в Каунасе, чисто сварочные центра. Висагинские будущие сварщики уже третий год подряд занимают призовые места в различных республиканских соревнованиях. Совсем недавно ребята вновь отличились. В национальном конкурсе мастерства сварного дела, прошедшем 24 ноября в Валитусе, учащиеся Висагинского центра заняли первое и четвертое места. Конкурсантам предстояло выполнить три практических задания, многие из которых стали для них неожиданностью. Готовились серьезно. Мы приехали, оказались различные сюрпризы. Оборудование разномастное, что характерно, в общем-то для нас не характерно, мы работаем на одном оборудовании. Сварные соединения другие совершенно, не те, к которым мы варили, к которым готовились. Я называю, даже это не конкурс был, а какой-то сварочном многоборье. Сергей с гордостью отмечает, что город энергетиков не может не славиться хорошими сварщиками. Эта специальность входит в десятку работников, на которых всегда есть спрос. А на квалифицированных специалистов тем более. Проблема, как всегда, в утечке таких кадров за границу. Те победители национальных конкурсов, которые были, они прекрасно себя реализуют теперь уже за границей. Потому что такого качества, которое ребята учатся и получают, например, конечно, их ожидает Норвегия, Швеция, Германия. И им предлагают рабочие места, и как ни было бы жалко, там зарплаты 2-3 или 4 раза больше, чем здесь даже может наше предприятие платить им. И самое лучшее, конечно, покидает Литву. Сегодня вряд ли найдется хоть одна отрасль, где не приняли бы своего участия сварщики. Они трудятся везде. На стройплощадках, промышленности, машиностроении, кораблестроении и в других областях, таких как энергетика, нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. А хорошего сварщика готовы взять любое из этих предприятий. Жаль лишь, что зарплата для них в Литве не конкурентная.